Каплина Александра, 13 лет, Кори Маркевич, монолог о войне. А вы знаете, первое воспоминание из детства, это я и мои родители в саду. Мы ели пироги, пили вкусный чай и много, много смеялись. Папа брал меня на руки, подбрасывал и кружил, кружил. Память сохранила все до деталей. Мамин ситцевый платок, папины шершавые руки. Если бы я только знала тогда, что с ними станет. Если бы я только подумать могла, что будет дальше. А дальше? А дальше война пришла. Нет, она не пришла. Она оборвалась ураганом и забрала у меня все. Все, что у меня было. Мой отец? Мой отец погиб на войне. На фронте в июле 41-го. Мою мать убили немцев в 43-м. Нет, они ее не просто убили. Они ее измучили, поиздевались и убили. Расстреляли. А я выжила. Под кроватью спряталась и выжила. Немцы дома пшиманали. А я спряталась. Мать во двор вывели. А я вылезла и смотрела. А сердце стучало. Тихо так. Тук-тук. Тук-тук. А глаза у отца были, как небо майское. Нежные, теплые, голубые. А сейчас они закрыты. И он зарыт. Где? Где? Там, там или там? Мама. Мамочка, мама. А я тюльпаны посадила. Твои любимые. А потом они и меня забрали. От дома нашего. От сада нашего. Но я... Я пережила все это. Пережила. Только спать не могу больше. Не могу. Снится. Дом снится. Отец. И немцы. И война снится. И войной пахнет. И война стонет. И люди. Люди в крови умирают. А я просыпаюсь. Кричу и просыпаюсь. А сердце стучит снова. Тук-тук. Тук-тук. Вот так бывает. Вы. Вы благодарны. Будьте. Что не пережили всего этого. Что живете во время мирное. И спокойное. И не забывайте. Это история ваша. Это прошлое ваше. И вы. Вы тоже. Помните. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...